Европа Плюс Девушки, это, во-первых, мисс Северодвинск 2012, зовут ее Ирина Приходько Да, и мисс Европа Плюс, ее зовут Надежда Батарина, она сидит рядом со мной И свои вопросы девчонкам зададим мы, Сергей Диего и я И Женя Гучи Да, а также можете и вы нам дозвониться и задать свои вопросы девчонкам Телефоны вы знаете, 531300, это первый телефон, который должен быть у вас в списке, который вы должны набрать, если у вас есть вопросы к прекрасным девушкам Ну, а мы, в свою очередь, прямо сейчас, в эту секунду, хотим уже поздравить замечательных девушек, во-первых, Ирину с победой Спасибо Ну, а Надежду, Надежда, помни, что, в принципе, в том году Ирина Приходько тоже выиграла в этой замечательной номинации в отдельной, которую учредила радиостанция Европа Плюс Она стала мисс Европа Плюс, кем, в принципе, стала и ты в этом году Так что я надеюсь, что в следующем году ты тоже можешь обязательно попробовать И, может быть, чем черт не шутит, ты тоже станешь в Мисс Северодвинск, но уже в 2013 Обязательно такое это и произойдет, да? Надежда? Посмотрим Если надежда у Надежды, скажем так Есть Всегда они у меня есть Да, это главное Итак, дорогие друзья, мы начинаем наше прямое общение Еще раз напомню, 531300 всем слушателям Европы Плюс, ну и всем зрителям РУТВ мы начинаем Европа Плюс Итак, друзья, это совместный проект РУТВ и Европа Плюс И мы рады приветствовать вас, всех телезрителей и радиослушателей Конечно же, есть у нас телефонные звонки Будут они, обязательно мы знаем Потому как у нас в студии сидят две прекрасные девушки Которым, естественно, огромное количество вопросов у всех мужчин нашего города И прямо сейчас до нас дозвонился первый дозвонившийся, конечно же, слушатель Зовут его Дмитрий Дмитрий, здравствуйте Алло, привет, Европа Плюс, привет, город Северодвинск Дима, готов Здорово, Дима, как твое настроение? И чем ты занимаешься? С какими мыслями дозвонился к нам? Настроение хорошее, как обычно Еду с подругой к ней домой Ужинать Ну супер, че С подругой домой, это значит, каких-то каверзных вопросов девчонкам не задашь Однако, давай-ка стреляй У нас в гостях сидит мисс Евродвиз 2012 Ирина Приходько И мисс Европа Плюс Надежда Батурина Вот кому из них ты хочешь задать вопрос? Вот, а обоим девчонкам Давай Я, кстати, сразу Дмитрий, Дима, Дима, я тебя сразу предупрежу Да, то, что ты в прямом эфире Европа Плюс Ну и также на канале РУ-ТВ Так что давай, соберись, вопрос должен быть очень актуальным Вот, ну и я вчера слушал Европа Плюс Как обычно, я делаю это вечером и в течение дня все И вот, там был Иван Дорн у них в гостях Потому что у него 26 мая концерт будет в Москве Вот, и они его пригласили Задавали там вопросы всякие разные И вот, мне один вопрос очень понравился Хочу задать девчонкам также Вот, что вы, что, цените вы в людях как женского, так и мужского пола больше всего? И еще один вопрос Кому вы позвоните после эфира первыми? Во, отлично, Дима, спасибо огромное Отличные, кстати, вопросы Давайте по очереди, наверное, девчонки Давай, Надежда, ты как мисс Европа Плюс Должна знать, как ответить на оба вопроса Всем привет Привет радиослушателям и телезрителям Для меня, наверное, лучшее качество во всех людях, как мужчинах, так и женщинах Это доброта, понимание Мускулы Да Как вариант Синонимы для Сергея Ну, а что же еще? Что же еще? Интеллект Глубина ума И первое, когда я выйду из этого эфира, из этой студии, я позвоню своей маме Ну, что ж, похвально Огромное спасибо за ответы на одежде Баттуриной Аплодируют Одежде Баттуриной Все-таки привыкли к аплодисменту Да, это здорово Ну, а мы же переадресуем этот же вопрос Мисс Северодвинска 2012 Ирина Приходько Добрый день, Дмитрий Вечер Здравствуйте Вечер Я хочу присоединиться к словам Наде Я, безусловно, с ней согласна Мужчина должен быть как умным, так и красивым А также, кому я позвоню первому, так это своему папе и расскажу, какая я молодец А я бы всем позвонил А, Дмитрий, устроили ли тебе ответы? Ну, да Такие же практически, ну, на счет звонка, как и у Анна Дорна Вот, он тоже сказал Так как у него украинский оператор, но он же сам из Украины Вот, и ему дорого звонить Он говорил, что что это Придет домой, по скайпу позвонит маме Ну, родителям Дим, это была шутка Это была шутка, я сейчас себе открыл, конечно, может быть, какие-то новые перспективы Вот, но, Дим, спасибо тебе за звонок огромное Девчонок, хочу поздравить с победой Спасибо большое Спасибо огромное, Дмитрий Еще раз, аплодируй, Дмитрий, вместе с нами Мы все аплодируем Да, да Спасибо, спасибо И всему городу Северодвинску хочу передать привет, отдельный привет вам, Европа Плюс Спасибо, что вы устроили Спасибо, Дима Вот, ну, не только вы одни, также там спонсоров много было Ну, это я думаю Я имею в виду конкурс Мисс Северодвинск Очень понравился, все хорошо, все на высшем уровне было А вы были вечером? Я на полуфинале выигрывал билеты с помощью Европы Плюс и на финал Я представляю Дима таким своеобразным маньяком, который преследует девушек с различных конкурсов Мисс Красоты Дим, еще раз тебе огромнейшее спасибо Ну, а все-таки давайте немножко продолжим наше общение Я хотел задать... Спасибо, Дим, да Пока-пока Хотел я обратиться к нашей замечательной Мисс Европа Плюс Есть у меня к тебе следующий вопрос Каково быть обладательницей титула Мисс Европа Плюс? Это раз Ну, и во-вторых, какие приложения ты уже поставила на свой айпад? Потому что я напомню, друзья Мы, Мисс Европа Плюс, подарили айпад и море-море еще любви, конечно же Какие первые предложения ты туда поставила? Ну, наверное, я еще... Ты включала его вообще? Включала, конечно Ну и как, получается? Да Супер Я посоветую Надежде Батыриной поставить первым предложением приложение от Европа Плюс Чтобы всегда с нами на связи Ну, и вопрос тебе Каково это быть вообще на вот этой большущей сцене? Как это все? Что сказали друзья? Вот-то они как-нибудь поздравили Молодец, сказали Молодец, сказали? Не может быть! Сказали, самая лучшая была Да ты что! Но жалею, что... Обидно, что не прошла в финал Ну, я замечу, что вообще, наверное, все-таки впервые на конкурсах Мисс Красоты такое бывает, да? Что девушка, которая не прошла в финал, получает призы Было ли это для тебя удивлением? Что ты была зрительницей в зале И хопа, от Европы Плюс тебе приз Да, конечно, я очень удивилась Вообще просто шок Я даже не ожидала Я сидела, волновалась Думаю, кто там будет в Мисс Северодвинск Неожиданно вообще Вот для этого все и делалось на самом-то деле, ты понимаешь? Для этого мы тебя и оставили чуть-чуть в полуфинале Потому что, ну, ты прикинь Вот сколько сейчас дел будет у Ирины? Возможно, ей не позавидуешь еще Тем не менее, тем не менее Я вот еще отмечу такую штуку замечательную, да, друзья? То, что, в принципе, мы еще сделали классный подарок нашей Мисс Северодвинск-2012 Ирине Приходько в том году В том году, напомню, она была у нас Мисс Европа Плюс И, как говорится, наверное, уже это такое, знаете, неплохое начало для Надежды Потому что, как показывает практика, если ты стал Мисс Европа Плюс Это означает, что в следующем году, возможно, ты станешь Мисс Северодвинск-2012 Или, как минимум, нужно участвовать снова И поэтому у меня следующий вопрос к Надежде Надежда, планируешь в следующем году участвовать? Да, думаю, что буду участвовать Если я не уеду учиться в другой город Ну, а если ты будешь учиться в другом городе Значит, ты автоматически не будешь в Мисс Северодвинск А будешь в Мисс Зарюпинск Я думаю, что все-таки лучше поучаствовать именно в нашем конкурсе Но, я думаю, следующие вопросы мы уже услышим от наших телеслушателей Друзья, 531300, обязательно звоните Ну, а пока что легкая, ненапрягающая музыка на волнах Европа Плюс Итак, дорогие друзья, еще раз вам напомню Что вы являетесь живыми свидетелями того Что Европа Плюс не только вещает на радиоволнах Но и также забирается к вам в ваши голубые экраны Еще раз огромнейший привет всему Северодвинску И также огромнейший привет всем зрителям РУ-ТВ Дорогие друзья, напомним вам еще раз У нас в студии не только Женька Куча и я, Сергей Диего Но еще и две очаровательные девушки Мисс Европа Плюс и Мисс Северодвинск 2012 Есть у нас вопрос у Жени, я знаю, подготовил Да, что очень приятно, на самом деле Что мы не вдвоем с Сергеем, а с девушками, на самом деле Компания женская Разбираем, как говорится Да, очень разбавляет мужскую компанию В лучшую сторону, конечно, изменяет ее Поэтому, девчонки, вам вопрос Скажите, пожалуйста Вот перед тем, как вы уже вышли в финале на сцену Несколько раз приходилось выходить на полуфинала Да, вот на сцену драмтеатра вы поднимались Скажите, насколько сложно привыкнуть к сцене, к большой Или вы сразу почувствовали себя там, как рыба в воде Или были все-таки какие-то сомнения Были какие-то, ну, вы поняли? Ну или как, птица в волшебе На самом деле, в прошлом году я участвовала в конкурсе И тоже у нас проходил финал в драмтеатре Поэтому для меня не было таким удивлением Ну, сначала было небольшое волнение Но потом все То есть размеры сцены не изменились, да? Ирине нужно по-другому было задать вопрос Поскольку она уже не первый год участвует А вот самый первый раз, когда ты вышла на сцену Вот в прошлом году тогда получается Я очень волновалась, я помню себя У меня тряслись коленки, руки Вот, это было, да? Да, это, конечно, было Мне кажется, у Нади тоже было, да? А, ну-ка, Надя, расскажи Да, у меня прямо вот, когда за кулисами стояло Когда барабанчики еще на полуфинале Так Выступали, у меня прям аж кончики пальцев Аж прям занемели, до чего она разволновалась А руки были влажные? Она постоянно меня трогала И говорила, Ира, я боюсь, я боюсь Она постоянно тебя трогала? Вот повезло За руку Вот повезло, сказали Сейчас, сейчас, добрая половина города Северодвинска Итак, на самом деле Двигаемся дальше по вопросу И когда все-таки закончилось это волнение? Или оно не заканчивалось до ухода со сцены? Надежда? У меня открылось после вот первого выхода на сцену Как-то как второе дыхание Прямо уже все Уже все Уверенность я почувствовала? Уверенность, да, почувствовалась Захотелось снова на сцену подняться? Хорошо А когда-нибудь до конкурса поднималась на сцену? Может быть, пела, участвовала в каких-то... Да, я занималась бальными танцами В детстве я выступала на сцене В Декалин-Коле Считается, что сцены Это как такой, ну, очень серьезный наркотик Один раз попробовав Уже не можешь от него отказаться Это так? Тянет? Иногда бывает, да, очень хочется Очень хочется И вот сейчас вот уже с титулом Мисс Европа Плюс Наверное, хочется не только танцевать Но еще и петь, и выступать И, кстати, Европа Плюс продолжает сбывать все мечты У тебя еще и сбылась одна мечта Ты говоришь в микрофон Кстати, тяжело ли было на интеллектуальном конкурсе Как на полуфинале, так и в финале? Я всем друзьям напомню Кто не был в зале драмтеатра То, что, в принципе, каверзные вопросы были Довольно-таки от известных людей нашего города Ну, а в финале были вопросы уже от жюри Напомню, что в полуфинале были свободные вопросы А вот уже в финале на определенную тему Что бы девушки сделали, если были бы мэром города Северодвинска Так вот, я вернусь к полуфиналу Как вот вопросы на вас? Давили, не давили? Были ли легкими ответы у вас в голове находились сразу или нет? И вообще, как это все происходило? Что творилось у вас в голове? Понравились ли вам мои вопросы? Можно откровенно прямо отвечать? Ну, я сразу скажу, что на полуфинале я провалилась Но зато на финале я выступила отлично, я считаю Да, я тоже с ним совершу В финале просто не очень Ты тоже провалилась на полуфинале, да? Я Было такое, да А вы вообще запомнили вопросы, которые вам задавали? Да А что за вопрос у тебя был, Ирина? На всю жизнь, наверное Это точно Что за вопрос был все-таки? Какую я хочу себе фотосессию И ты не смогла ответить на этот вопрос? Ну, у меня не было никогда до этого фотосессии Я об этом не думала и даже не мечтала И поэтому я и очень волновалась у первых И поэтому я не ответила Я готов поздравить тебя Теперь, наверное, тебя завалят всеми фотосессиями Потому что напомню друзьям Не только фотосессиями, но и ТВ Ирине Приходько от Авангард Медиа Был подарен, как говорится, контракт Рекламный ТВ-контракт на целых 100 тысяч рублей Вопрос следующий Что ты будешь делать с этими деньгами? Может, ты их уже потратила? Нет, я еще их не потратила Но я не решила, что я буду с ними делать А ты их уже получила? Нет, я еще пока не получила деньги Но я потрачу их в нужное русло К примеру В ближайшее время Кстати, вот про нужное русло Будет ли это как-то связано с той темой В финале интеллектуального конкурса Что ты сделаешь для города Северодвинска Или ты эти деньги потратишь как-то на себя? Я еще пока не решила Но я подумаю над твоим предложением Ну да, у меня, в принципе Мне бы хотелось хорошую машину Почему бы и нет? Вот Вернемся уже, получается, к Надежде Батуриной Еще раз напомню Это Мисс Европа Плюс Что уже немаловажно И нам, Женька, в два дня Это даже втройне приятно Приятно, очень Какой вопрос тебе задавали? Помнишь ли ты? На полуфинале Да Как вы относитесь к индийским мужчинам? Что-то поменялось в твоей жизни после финала? Полуфинала Ну и финала, конечно же, тоже Вопрос на полуфинале Да, поменялось ли отношение к индийским мужчинам? Нет Ну, это политически верный ответ? Поменялось многое Я стала более уверенной, если чувствовать Как-то, не знаю Ну, более организованнее стало То есть это означает, теперь ты встаешь ровно в 7 утра Делаешь зарядку, да, или как? Ну, в течение дня Все распланировано Все как-то А поскольку к экзаменам готовлюсь Все четко, все Вот видишь как Не как сижу до поздна То есть, да Уроки делаю там до 3 часов ночи А все теперь Ага, вот сейчас ты готовишься к экзаменам И, кстати, экзамены-то куда? Аккуратнее, наушники Да Так Экзамены куда? Для чего? Для поступления Куда? В вуз Супер, в какой? Это секрет Я себя чувствую на полуфинале конкурса Еще раз, такие вопросы экстравагантные Я тоже чувствую Прям с ума инициатива Дорогие друзья, будем ждать и ваши вопросы 531300 На огромный привет всему еще раз Северодвинску Друзья, не ленитесь Звоните, мы знаем, что вы уже вернулись с работы Поэтому давайте присоединяться вместе с нами Поболтаем Да, телефон в нашей студии 531300 Набирайте смелее Эти шесть цифр приведут вас к нам Не только ко мне и к Сергею Диего, как обычно А еще и к двум прекрасным девушкам Давно ли у вас был такой телефон? Вот так вот А еще Ну и, кстати, между прочим, напомню Звоня на радиостанцию Европа Плюс Вы попадаете в прямой эфир и в прямой эфир РУ-ТВ Дорогие друзья, встречаемся буквально чьи-то с песенком Итак, дорогие друзья, мы с вами продолжаем Живое общение не только в формате радиовещания Но и в формате ТВ РУ-ТВ, более того, я вам скажу Напомню, что в гостях у нас две очаровательные девушки Вы об этом уже знаете Ну а, в принципе, к нам в эфир прорвался И еще один человечек замечательный Давайте познакомимся Алло Алло Алло, здравствуйте Замечательный человек Ответьте нам, пожалуйста Мы замечательные люди тоже И хотели бы пообщаться с вами Замечательным человеком Европа Плюс Мы приветствуем тебя, слушатель Здравствуйте Здравствуй, Европа Плюс Здравствуйте, девушка Здравствуй, здравствуй Здравствуй, дорогой, как зовут тебя? Меня Юра зовут Юра, отлично Как у тебя настроение, чем занимаешься? Все хорошо, пришел только что с работы, покушал гренки, все хорошо. Молодчина! Гренки сам готовил, Али? Девушка, жена? Нет, гренки мне мама приготовила. Мама приготовила греночки, замечательно. А приготовил ли ты вопрос для девушек, кроме гренки? Да, вопрос я приготовил. Ну давай, стреляй. Ну я хотел задать такой вопрос. Вот в Севердинске есть мисс Севердинск, да? А если вот будет конкурс мистер Севердинск, как это будет? Актуально или нет? Как ваше мнение? Вопрос, девчонкам. На мой взгляд, это будет очень актуально. То есть вы бы пошли, вы бы купили билеты на мероприятие? У меня есть ответ на этот вопрос. Тогда бы девушкам, которые выигрывают в мисс Севердинске, не нужно искать себе пару, автоматически мы могли бы их скрещивать. И делать красивых людей, поднимать их на фон стороны. Селекция. Классно. Не, на самом деле, я думаю, что отличная идея, между прочим, по поводу мистера Севердинска. Я вот очень много раз... Женя, ты участвовать не должен в этом конкурсе по определению априори. Давай все-таки переадресуем вопрос. С девушками, да, вот все-таки у нас Надежда ответила, а я от Ирины не услышал. И давайте более развернутый ответ, чтобы наши мужчины, которые дозваниваются, могли наслаждаться вашими сексуальными голосами. Я считаю, что мистер Севердинск нужно проводить в нашем городе. Я бы купила бы билет и с удовольствием пошла бы посмотрела со стороны, ведь там же будут такие же выходы, как у нас, я так считаю. В купальниках? Ну, под такую же веселую музыку, как у нас, и посмотреть со стороны, как это выглядит, я бы хотела бы на самом деле. Хорошо, а каких мужчин вы там ожидаете? То есть должны быть высокие мускулисты или такие пузатые? А как ты сам считаешь? Ну, если я участвовать не буду, тогда я вообще не думаю, что нужно проводить этот конкурс, честно говоря. Нет, ну, вообще, вот лично, да, мое мнение, я уже сказал, в принципе, ответ. Надеюсь, что Юру ответ устроил. Юра, ты здесь, ты с нами? Да, да, с вами. Юра, может, еще какой-то вопрос у тебя есть? Этот вопрос был слишком легкий для девчонок? Юра! Вопросов больше, в принципе, нету. Хочу пожелать вам, не знаю, всего хорошего, успехов по жизни. Спасибо огромное. Здравствуйте, Юра Плюс, девчонка большая, привет. Юр, еще не убегай, пожалуйста, хотел бы у тебя спросить, а ты бы сам бы участвовал в конкурсе «Мистер Северодвинск»? Если бы мы организовали, ты бы заявился на участие? Только честно. Не знаю, я бы заявился, в принципе, наверное, но просто со временем что-то я уже так, это... Но финал-то не прошел, да, или как? Да, может быть, прошел бы, да, по категории там. Нужно быть уверенным. Попробовать бы можно было бы. Так вот, Юра, кстати, наши девчонки делятся своим опытом и говорят, что уверенность – это 80% успеха. Юра, участвуй! Только что ты получил напутствие от «Мистер Северодвинск-2012». Это дорогого стоит. Так что теперь тебе обязательно нужно, во-первых, найти организатора конкурса «Мистер Северодвинск», во-вторых, заявиться на участие. Вот, правильно все? Все хорошо, так и сделаем. Молодец. Спасибо, Юра, тебе спасибо за вопрос. Тебе огромнейшее, еще раз, не знаю, желание, чтобы ты участвовал в конкурсе «Мистер Северодвинск» – это раз. Но, во-вторых, слушай «Мистер Северодвинск-2012». Мы же вернемся к нашему общению с девчонками, да? У меня вот есть вот какая штука интересная, да? Мне вот было все-таки интереснее. Вот такой вопрос стоит колом буквально в голове. Девчонки, тяжело ли так же научиться ходить дефиле, имеют, да? Как много вы занимались шагистикой? Расскажите про это более подробнее. То есть, каждая ли девчонка может со двора, в принципе, если загорится такой идеей, стать «Мистер Северодвинск», или не каждая? Каждая ли может научиться ходить так же классно, как вы, так же, не знаю… Грациозно и красиво. Так же грациозно и красиво, да, спасибо. А, ну у меня ведь получилось ходить так же грациозно и красиво. Я попробовала в прошлом году себя, попробовала в этом году себя. Я считаю, что у меня все получилось. Но, скажем так, у тебя уже был за пазухой довольно-таки большой опыт, а вот у Надежды опыта не было. Не было, но мне как-то очень легко все давалось. Означает ли это то, что ты в данный момент времени по улице ходишь только так, от бедра? Нет, нет. Как ходила до этого, так и хожу. Вы нам сделаете мастер-класс после эфира? Хорошо. Только зачем нам это жить, да? Для «Мистера Северодвинск» на будущее, мало ли. Да, действительно, кстати, Сергей, неужели ты не планируешь участвовать? Иначе этот конкурс будет не таким интересным, мне так кажется. Если у нас будет парный какой-нибудь номер, то с удовольствием. Ну что ж, я думаю, самое время, наверное, сделать какой-нибудь маленький соцопрос, если у Женьки готов. Соцопрос, ну, давай попробуем. Давайте сделаем из головы, да? Давайте сделаем из головы и надежды. По старшинству, наверное, давайте начнем. Тебе, как «Мисс Европа Плюс», я хочу задать несколько вопросов. Жень, 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 давайте по старшинству. Ирина Приходько откровенно зевает, скучает, пытается съесть микрофон. Давайте займем ее рот более полезными вещами. Ну хорошо, давай, Ирин, тебе, если уж Сергей так заметил, вопрос, зададим несколько вопросов тебе. Любимое мужское имя твое? Мое любимое мужское имя Артем. А, вот так. Любимый цвет твой? Зеленый. И желтый. И желтый. Зеленый и желтый, летние такие цвета, очень правильно. Скажи, пожалуйста, сильный или умный должен быть мужчина? И сильный, и умный. Одновременно? Одновременно. Такое бывает? Бывает. Да, бывает, Жень, поверь. Ладно, теперь абсолютно по лету. Куда последний раз ездила отдыхать? Я ездила в Пятигорск, там, где я раньше жила. Вот. И на море. И на море. Твой любимый город, тем не менее. Северодвинск. Я здесь родилась. А еще? Прогиб защиту. Есть, ну, да, да, да. Потому что ты сейчас сказал, как патриот, а вот, например, отдыхать куда-нибудь. Вот, и у меня есть любимый город Северодвинск, поскольку я патриот. А есть еще город Санкт-Петербург, куда я очень люблю, например, ездить к друзьям. У кого-то это город Москва, у кого-то это город Самара, у тебя это город... Пятигорск. Все, ясно, отлично, спасибо. Вот мои такие легкие вопросы, которые меня в первую очередь всего интересовали. Хорошо, тогда я проэкзаменую замечательную девушку, мисс Европа Плюс, прошу прощения, Надежду Батурину. Надежда, давай начнем прямо вот так вот сходу, да. Любимый цвет глаз мужчины? Машины. Карри. Карри, так, хорошо. Не буду спрашивать, с чем это связано, да. Где ты в последний раз отдыхала? В Санкт-Петербурге. Твой любимый город, повторюсь? Северодвинск. Это, опять же, более такой ответ, да, как бы... Ну, а если по честному? У меня два любимых города, Северодвинск и Санкт-Петербург. Хорошо, поедем дальше. Твое любимое блюдо? Борщ. Умеешь ли ты готовить? Да. Умеешь ли ты готовить борщ? Да. Умеешь ли ты готовить борщ быстро? Чтобы было вкусно, надо подольше. Что самое главное ты ценишь в мужчинах? Наверное, интеллект. Решается оценка твоя пятерка или нет? Ум. Так, уже задавали же такой вопрос. Так, тебе задавали, а не надежды. Хорошо, и тогда еще один вопрос. Твоя любимая марка автомобиля? Вольво. А с чем это связано? Не знаю, просто как-то... С безопасностью, да? Да. Хорошо, в принципе, проэкзаменовали. Есть у нас телефонный звоночек. Давайте прямо сейчас, не откладывая на потом, пообщаемся. Кто же это кто у нас там на связи? Европа Плюс, РУ-ТВ, приветствую тебя, уважаемые слушатели, зритель. Землянин. Определись, кто ты? Как зовут тебя? Слушатель, меня зовут Света. Света, здравствуй. Ой, радостный у тебя голос. Наверное, настроение у тебя отличное? Настроение отличное, во-первых, потому что я слышу вас, а во-вторых, потому что закончился рабочий день. О, да, кстати, точно. Времени-то уже почти 8 часов вечера, а это значит, что день рабочий уже должен заканчиваться, все уже должны приедать домой. Уже даже некоторые гренки уже отведали, уже кто-то даже поужинал основательно. Кто-то больше не готовит. И все эти люди, самое главное, приготовили вопрос к каким-то нашим девчонкам сегодняшним, которые пришли к нам на эфир, вот, к сегодняшним нашим гостям. Это Ирина Приходько, это Мисс Северадминс 2012 и Надежда Батурина, Мисс Европа Плюс 2012. Аплодисменты девчонкам еще раз. Девчонки, можете себе сами аплодировать тоже. Итак, Свет, Свет, твой вопрос девушкам, али нам, али всем вместе. А можно два? Нет, можно три. Ну, пожалуйста. А за сколько вопросов вы заплатили? Я на полгода вперед, даже на год пропустил. Хорошо, у нас все по-честному, Свет, давай, стреляй. В общем, мой первый вопрос к девушкам, а какие эмоции вы испытывали на самом финале? Надежда, давай начнем с тебя. Надежда умирает последней. В первую очередь я очень волновалась. Вот, я еще раз повторюсь, стоя за кулисами, у меня вообще все тряслось. А почему волнуетесь, если же у вас уже за плечами, грубо говоря, столько было выходов, и, в общем-то, столько всего прошли, и тут вроде бы нужно уже выдохнуть, и там... Ну, это совсем ведь другое, репетиция, это... там ведь нет зрителей, то есть на тебя никто не смотрит, только твои педагоги, преподаватели, которые у нас вели дефиле, и... Если вопрос бы задавал мужчина, он бы спросил бы, что конкретно вибрировало и дрожало? Что конкретно тряслось за сценой? Можно, пожалуйста. Пусть я не мужчина, но я могу спросить? Давай спрашивай. Что же конкретно? Что больше всего тряслось за сценой? Да. Ножки подкашивались? Ну... И руки, руки очень. Я вот была, начинали, мне очень даже, я сказала, что не видно было. Я бы так сказал, Светлана, к чему это вы клоните вообще? Каким конкретно частям тела вы нас пытаетесь? Я бы на месте девушек вообще чувствовал бы себя дефибриллятором, наверное, я бы тоже трясся бы. Ну, я не девушка, это раз, во-вторых... Во-вторых, ты был ведущим этой всей церемонии, поэтому тебе нужно было держаться молодцом. Да, дело не... в принципе, дело не о нас, разговор о девчонках, и у Светы есть второй вопрос, я ведь знаю, да? А почему только одна девушка ответила? А потому что у второй был занят рот микрофоном. Ирина, давай. Ты не позоришь. Не позоришь, девчонок. Девчонки, не позорьтесь, давайте отвечайте. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. У меня было очень много впечатлений позитивных. Я до сих пор не могу поверить в свою победу. Я очень рада, что я пошла второй раз участвовать, и я добилась того, чего я хотела. Так что так. Круто. Второй мой вопрос, у меня уже даже их три, но я сейчас по-быстренькому. Что бы вы посоветовали всем девушкам из Севербинска, которые участвовали и не прошли, и которые, в общем-то, побоялись это сделать? Принять участие. Поможите в камеру просто. Девчонки, привет. Девчонки, хотите быть на моем месте? Вам привет, давайте. У вас все получится, я бы так сделал. Я хочу передать девчонкам, чтобы они не расстраивались. Но я считаю, что они уже смирились как бы и не расстраиваются. Они большие молодцы, они очень старались. Я смотрела со стороны, это было видно. Да, 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 это действительно так, я абсолютно... Много ли было склоков, допустим, после финала? Были ли какие-то такие вот общения? Блин, я вот не считаю, что она должна была выиграть. Было ли в интернете какое-то такое-то общение, нападки, что ли, я не знаю, было ли это? Как-то такового даже не было. Я даже удивилась. А можно ли сказать, что вы сдружились? Это будет по-честному? Да, мы отличный коллектив, я вот хотела тоже это подчеркнуть. Зависти нету? Нет, у нас была... Ну, у вас-то понятно, а у девчонок вам? Мы все как-то дружно, веселые, да, общались. У нас только смехом было, вы просто не представляете. Я не видела. Да мы слышали, мы слышали, там ходили за сценой, слышали, как вы там смеете все, целая гримерка одна, вторая, третья подключается, о, весь коридор уже смеется. Мы все это слышали. Девчонки, на самом деле я вот хотел, что Сергей сказать, вот просматривая страничку Мисс Северодвинск ВКонтакте вот конкретно, я замечал, что у девчонок очень дружный коллектив, потому что что не фотография, то сразу же ряд подписей, да, мол, молодец, так держать. И даже вот смотришь, вроде бы, вот вчера только, вчера только ей сказали до свидания, а сегодня она уже со смайликами, с добрыми какими-то намерениями пишет девчонок. Друзья, это здорово, надеюсь, что данные конкурсы будут менять нашу жизнь к лучшему, люди станут добрее, это главная задача, ну, а во-вторых, в принципе, люди станут терпимее. А можно еще один последний вопрос, мой самый главный? Да, конечно. Ну, Светка, настойчивая какая, давай. Потому что я чувствую, что вы меня решили заболтать, потом снова не понажать, но как бы нету усилий. В общем, это, наверное, к нашей главной победительнице, да, мисс Северодвинск. В общем, у меня вопрос, я знаю, что на финале было вам дано задание по поводу, что бы вы сделали, если вы были мэром города, да. Сейчас у меня такой вопрос, примерно такого же характера, но все равно, как вот мисс Северодвинск, она должна делать какие-то добрые дела сейчас. Что-то конкретно для вас, да, Светлана, должна сделать или нет? Нет, я думаю, без какой-то любокрыски, просто интересно, вот есть ли какие-то мысли, да, что вы сделаете в первую очередь? Спасибо за вопрос. Я сейчас потрачу сто тысяч. Я тоже думал, что вопрос с деньгами завязан как-то, да. Сто тысяч я пока тратить не буду. Ну, во-первых, это, я бы открыла бы еще в нашем городе цирк. Я давно хотела сходить в цирк, вот, потому что там, где я раньше жила, у нас стоял очень огромный цирк, и я ходила туда, когда была маленькая. Вот, у меня очень отличные впечатления, ну, остались, а у нас, в городе, так как я знаю, что цирк приезжает, ну, раз в году. А клоуны остаются, да? Вот, и детям... У нас, по-моему, каждый понедельник. Так и появился город Северодвинск. Каждый понедельник у нас в городе цирк. Ладно, а что больше всего тебе нравится в цирке, ну, серьезно? А вот на финале девочка у нас... Трюки. Так? Воздушная гимнастка. Воздушная, да, да, да. Да, вот, мне очень нравится. Это было страшно, если честно. Да, мы тоже смотрели, у нас сердце просто замирало. Мы кричали даже. Да? Страшно и интересно, прежде всего, правильно? Ну, нет, девочка молодец, на самом деле. Ну, так ведь не случайно ее и пригласили. Этот же вопрос адресуем Надежде. Надежда? Надежда здесь все в тупике, только что оказалась. Повторите, пожалуйста, вопрос. А что бы ты сделала, если у тебя было бы большие деньги для города Северодвинска? Ну, кроме цирка, кроме цирка. Я даже не думала об этом. Хорошо, стоп, нет, нет, стоп, давайте вопрос задаст Светлана. Мне больше понравился вопрос Светланы. Ну, просто, на самом деле, Светлана, он был не к тому, что там, вот, если бы у тебя было, там, тысяча, тысяча, миллионов денег, да? Ты понимаешь, да, о чем мы поговорим? Просто, предположим, там, одеть свою красивую корону, там, да, она же теперь есть, сходить, там, предположим, с каким-то огромным количеством конфет в детский дом, предположим. Продолжение следует... 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 Хорошо. Надя, спасибо большое. Да, спасибо большое, друзья. Напомню, что это был специальный приз номинации «Мисс Европа Плюс». Такого на «Мисс» конкурсах еще не было. В том году было. Конечно же, его заняла, кстати, Ирина Приходько, которая в этом году «Мисс Северодвинск-2012». Ну и желаем удачи, Надежда. Принимаю участие в следующем конкурсе. Надеюсь, что у тебя все получится. Дорогие друзья, вам всем огромнейшее спасибо. Спасибо, что были с нами. Всем слушателям «Европа Плюс» оставайтесь вместе с нами. Всем зрителям РУТВ, а также отдельнейший привет, друзья. Все очень просто. Самое главное, чтобы у вас была сила, конечно же, Надежда и, самое главное, Ирина. И Сергей Диего, и Женя Гуча вместе с вами. Друзья, всем пока-пока. Скоро услышимся. Участвуйте в различных конкурсах. Пока-пока. Выигрывайте. Всем пока-пока. Счастья, удачи и любви. Счастья, удачи и любви. Счастья, удачи и любви.